Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире программа «Спортмикс» в студии Тахир Гафуров, а спонсором нашей передачи выступает торговый дом «Дордой Плаза». Ищите подходящий спортивный инвентарь по всему городу? Сравнивайте цены? Огромный ассортимент спортивных товаров популярных брендов для взрослых и детей. «Дордой Плаза» – все для вашей спортивной семьи. Во дворце спорта имени Кабау Лука Жамкула прошло перенство Каргызской Республики по дзюдо. И сегодня мы с вами посмотрим финальные схватки этого турнира. А спонсором рубрики «Спортплощадка» выступает спортивно-развлекательный центр «Сан-Сити». Кабау Лука Жамка Субтитры сделал DimaTorzok Итак, в Адварце спорта имени Кабаулу Кажамкула прошло первенство Корбейской Республики под дзюдо среди кадетов. И сегодня мы вам расскажем о выступлении юношей и девочек на этом турнире. На ваших экранах весовая категория до 50 кг. Здесь встретились Радбек Резбаев, он в белом кимоно и в синим кимоно его соперник Адис Аразмаматов. Адис Аразмаматов является бронзовым призером международного турнира на Кипре 2017 года. Тогда Адис выступал в категории до 27 кг. Ну вот мы видим атаку в исполнении Адиса и выигрывает он эту схватку броском на Япон. Также Адис является серебряным и бронзовым призером международного турнира в Польше. Сейн Джудо Кап 2019 года бронзовый призер международного турнира во французском городе Сент-Циприен 2020 года. Чемпион Бишкека 2021 года. Это я вам рассказал об Адисе Аразмаматове. Чемпионе Кыргызской Республики в весовой категории до 50 кг среди кадетов. А это следующая уже весовая категория до 55 кг. Здесь встретились Шахруддин Абдекадыров, он в белом кимоно, и в синим кимоно Актан Климов. Шахруддин представляет команду специализированной детской юнослимской школы Олимпийского резерва города Каракол. Получает Шида Актан Климов и схватка продолжается в стойке. Шахруддин является бронзовым призером первенства Кыргызстана среди кадетов 2021 года. Дважды он принимал участие в кадетских кубках Азии в Алматы и Ташкенте, но неудачно. Соперник Шахруддина Актан Климов представляет команду Республиканского спортивного колледжа имени Шадалы Садыкова. Он является бронзовым призером первенства Кыргызской республики среди кадетов 2021 года. Шида получает Шахруддин Абдекадыров и второе Шида получает Актан Климов. Ну так вот, в прошлом году Актан стал бронзовым призером первенства страны среди кадетов. И кстати, в прошлом году оба этих спортсмена, и Шахруддин Абдекадыров и Актан Климов выступали в весовой категории до 50 кг. Ну вот ребята, за год подросли и теперь выступают в весовой категории до 55 кг. Бронзовыми призерами в этом весе стали Курманбек Аманов, представитель города Ош, и Амир Айткулов, Чуйская область. Итак, мы видели, что на удержании выиграл Шахруддин Абдекадыров и стал чемпионом страны в весовой категории до 55 кг. Следующая весовая категория до 60 кг. Здесь встретились Дастан Джумашев, он в белом кимоно, и в синим кимоно Аслан Карабеков. Дастан представляет команду специализированной детско-юновской школы Олимпийского резерва «Дельфин». Является участником открытого Кубка Европы «Анталия Кадец Европа Кап 2020 года», бронзовый призер первенства Кыргызстана среди кадетов 2020 года, чемпион Кыргызстана среди кадетов 2021 года. В прошлом году в финале первенства страны среди кадетов Дастан выиграл в финале Ермин Хана Токторгазеева. Также Дастан является чемпионом Бишкека 2021 года. На том турнире он в решающей схватке за первое место выиграл Керима Кемелова из СД «Шор» по единоборствам. Соперник Дастана Джумашева Аслан Карабеков представляет команду Чуйской области. Он является также чемпионом Кыргызской республики среди кадетов 2021 года, но в прошлом году Аслан выступал в категории до 50 кг и в финале нанес поражение Борозбеку Исламову из СД «Шор» по единоборствам. Шида получает Аслан Карабеков и схватка продолжается в стойке. Ну так вот, получается на 10 кг прибавил Аслан Карабеков с прошлого года. Как я уже сказал, выступал он в прошлом году в категории до 50 кг, а вот в этом году уже выступает в весовой категории до 60 кг. Прекрасная атака в исполнении Дастана Джумашева и он подтверждает свое чемпионское звание. Выиграл Давстан, первенство страны среди кадетов в прошлом году и в этом году повторил свой успех. Следующая весовая категория до 66 кг здесь встретились Жантемир Дамиров. Он в белом кимоно представляет команду Октябрьской СД «Шор» и с синим кимоно Евгений Пан. Евгений представляет команду Чуйской области, является победителем открытого первенства спортивного клуба «Дзы Гаракана» 2016 года. Вот рефери на ковре Лариса Проскурокова Евгений Пан сделала замечание «Шида» и схватка продолжается в стойке. Ну так вот, Евгений Пан является бронзовым призером фестиваля «Дзюдо» 2017 года. Тогда он выступал, кстати, в категории до 38 кг. И вот с того времени мы видим, как подрос Евгений в настоящее время выступает весовой категории до 66 кг. Вазарик ведет Жантемир Дамиров. Удалось ему провести результативную атаку. И борцу в синим кимоно Евгению Пану нужно что-нибудь предпринимать, чтобы переломить ход этой схватки. Рефери на тартаме Лариса Проскурокова, наша известная дзюдоистка, победительницей призеров различных международных турниров. Вот прекрасная атака в исполнении Евгения Пана. Зарабатывает он оценку в Азаре и пытается перейти на болевой. Ну и в итоге победа борца в синим кимоно. И выигрывает он эту схватку, бросив своего соперника на Япон. И он становится чемпионом Кыргызстана 2022 года. Ну а бронзовыми призерами в весе до 66 кг стали Ермин Хан Таргазеев, представитель села Тасор и Нурмухамед Муратов, город Ош. Ну а мы с вами наблюдаем схватку весовой категории до 73 кг. Обоим дзюдоистам делает замечание рефери на татаме. А встретились здесь Нурмухамед Бакердинов, он в белом кимоно, и его соперник Арсенал Арбеков в синим кимоно. Нурмухамед представляет город Ош, является бронзовым призером первенства Кыргызской республики среди кадетов 2021 года. В прошлом году он выступал весовой категории до 66 кг. Нурмухамед Бакердинов дважды принимал участие в кадетских кубках Азии, Балматы и Ташкенте, но, к сожалению, неудачно. Итак, мы с вами смотрим финальную схватку весовой категории до 73 кг. Ну, кстати, нужно отметить, что в настоящее время, в принципе, наши кадеты время от времени показывают довольно неплохие результаты на международной арене. Вот если взять, допустим, последние несколько лет, а вот атака в исполнении Арсена Анарбекова. Здесь не было Япона. Вот было в Азарии. И теперь уже вот Нурмухамед Бакердинов проводит прием. И схватка продолжается в стойке. Второе Шидо получает Арсен Анарбеков. Ну, так вот, как я уже говорил, в последнее время довольно неплохо выступают наши кадеты. Ну, можно, допустим, вспомнить последние несколько лет, когда наши ребята выступали неплохо на международной арене. Например, в 2017 году чемпионом Азии среди кадетов стал Адиль Мурзаев. И тогда же серебряным призером стал Ильич Бекуни Нурсалин. И бронзовые медали завоевали Айбекуни Кубанаджибек, Хамит Цанцанза, Умарбек Амиржанов и Айгирил Ишбасканова. Ну, а мы видели атаку в исполнении Арсена Анарбекова. Но там тоже Япона не было и схватка продолжается в стойке. В 2018 году на первенстве Азии в столице Ливана Бейруки Хамбанад Ирискеков и Нурсалинбек Арамазан стали бронзовыми призерами. А у нас уже по две оценки Шида имеет Нурмухамед Бекаргинов и Арсен Анарбеков. Ну, и теперь, конечно, нужно действовать более осторожно или наверняка. Потому что любое неправильное действие может повлечь за собой третью оценку Шида. И тогда спортсмен проиграет. Итак, поставлены в дзюдоистой стойку. Не торопятся ребята. Как я уже сказал, действовать нужно осторожно. Так как оба спортсмена имеют по две оценки Шида. Ну, вот атака в исполнении Нурмухамеда Бекаргинова. По-моему, в Азаре там было. Да, было в Азаре. И в итоге Нурмухамед Бекаргинов становится чемпионом Кыргызской Республики 2022 года. Весовой категории до 73 килограмм. Следующая весовая категория до 81 килограмма. Здесь встретились Даниэль Талантов в белом кимоно и в синим кимоно Хантнир Жанекулов. Оба спортсмена представляют команду СДШОР Октябрьского района. Даниэль Талантов является бронзовым призером международного турнира в Алматы 2019 года. Серебряный призер первенства Бишкека 2021 года. В прошлом году в финале он уступил Нурфултану Шамшееву из СДШОР. Но вот здесь он выиграл схватку болевым удушающим приемом и таким образом завоевал звание чемпиона страны. Бронзовыми призерами в этом весе стали Илгизар Абдулин СДШОР Каракол и Айбек Саламанкулов команда Республиканского спортивного колледжа. Следующая весовая категория финальная схватка до 90 кг. Здесь встретились Амурбек Кожангардеев в белое кимоно и в синем кимоно Сэймы Кариддинов. Амурбек является бронзовым призером международного турнира в Алматы 2019 года. Это участник, ну а вот Сэймыки Кариддинов, к сожалению, я никакой информации пока не нашел. Но в принципе это неудивительно. Только недавно, так сказать, можно сказать, начали свое выступление на Большом Татане. Эти ребята еще в кадетском возрасте находятся. Ну и мы видели, что Амурбек Кожангардеев заработал оценку в Азаре. Попытался развить свое преимущество, но вышел из этого положения Сэймы Кариддинов и схватка продолжается в стойке. Ну и дальше расскажу об успехах наших кадетов на международной арене. В 2019 году в китайском Тайбэе наши дзюдоисты выиграли 2 золота, 3 серебра и бронжу. Прекрасная атака в исполнении Амурбека Кожангардеева. И выигрывает он эту схватку, бросив своего соперника на Япон. Давайте еще раз посмотрим этот момент. Великолепно технически проведенный прием. И Амурбек Кожангардеев становится чемпионом Кыргызстана среди кадетов 2022 года. И заключительная весовая категория в соревновании среди юношей свыше 90 кг. В белом кимоно Эмирхан Джолдаш Козеев и в синим кимоно Нуртелек Арысбеков. Эмирхан представляет команду СД Шор Свердловского района. И вот мы видим, что буквально за несколько секунд он выигрывает эту схватку, бросив своего соперника на Япон. Кстати, Эмирхан является чемпионом Бишкека 2021 года. Ну а бронзовыми призерами весит свыше 90 кг Сталин Есбек Качкаралеев СД Шор Единоборс и Баэль Джанабеков Октябрьская СД Шор. Ну а мы переходим с вами к просмотру финальных схваток с участием девочек. На ваших экранах весовая категория до 40 кг здесь встретились Милена Борбулотова, она в белом кимоно, и в синим кимоно Амина Тактасунова. Милена представляет команду СД Шор города Каракол, является бронзовым призером первенства Кыргызской республики среди кадетов 2021 года. Сразу отмечу, что бронзовыми призерами в этом весе стали Аэлита Джакшилыкова Чуйская область и София Мазур. Команда СД Шор Единоборс. Итак, финальная схватка в весовой категории до 40 кг, атака в исполнении Милены Борбулотовой. Вазари, по-моему, заработала оценку и перешла на удержание. Ну и, по-моему, тяжело будет Амине Тактасуновой выйти из этого положения. Довольно жестко, так сказать, Милена взяла захват. И давайте еще раз посмотрим атаку в исполнении Милены Борбулотовой, которая становится чемпионкой страны 2022 года. Следующая весовая категория до 44 кг здесь встретились Самира Джарова в белом кимоно и в синим кимоно Алиман Абдрашитова. Самира представляет команду СД Шор Дельфин. Является чемпионкой Корбицкой Республики 2021 года среди кадетов в весовой категории до 40 кг. В прошлом году Самира в финале нанесла поражение представительнице города Ош-Аруке Калыковой. Также Самира Джарова является чемпионкой Бишкека 2021 года. На том турнире в решающей схватке за первое место она выиграла Эркаим Эмил Бекову из команды СД Шор по единоборствам. Но об Алиман Абдрашитовой могу сказать только то, что она является представительницей Чуйской области. Бронзовыми призерами в этом весе стали Айжан Шеренбекова Республиканский спортивный колледж и Мэриан Карагулова с СД Шор Караков. Но мне показалось было в Азаре и схватка остановлена, будет продолжена в стойке. И схватка продолжается. Ну так вот, я уже начал говорить о том, что в 2019 году в китайском Тайбэе наши дзюдоисты выиграли два золота, три серебра и бронзу. Так вот, чемпионами Азии стали Хан Болот Ирисбеков и Чунгсхан Сагиналиев. Серебряные медали завоевали Анарбек Ишингбаев, Ажар Исаева и Шахида Нармухамедова. И бронзовой медали удостоился Муса Шабданбеков. На Кубке Азии 2019 года среди кадетов в Алматы Шахида Нармухамедова стала обладателем золотой медали. Хан Болот Ирисбеков стал серебряным призером, а Анарбек Ишингбаев и Ажар Исаева завоевали бронзовые медали. Довольно упорная у нас схватка весовой категории до 44 килограмм. Пытается Самира Джарова перейти на болевой прием. Но, как мы видим, хорошо обороняется Алиман Абдрашитова, не отдает свою руку. И схватка остановлена, будет продолжена в стройке. И вот непонятно, зачем побежала Алиман Абдрашитова на Самиру. Воспользовалась этим Самира Джарова и провела великолепную атаку. Вот здесь в Азаре заработала Самира. Ну а здесь уже чистая победа. Итак, Самира Джарова чемпионка Кыргызстана весовой категории до 44 килограмм. Следующая финальная схватка категория до 48 килограмм. Здесь встретились Аэлина Бакытова, представительница Чуйской области. Она в белом кимоно и в синим кимоно. Сабира Кажамбердеева, воспитанница СД Шорт Дельфин. Сабира является бронзовым призером первенства Кыргызстана среди кадетов 2021 года в категории до 44 килограмм. Также Сабира Кажамбердеева является чемпионкой Бишкека 2021 года. Звание чемпионки столицы она завоевала, выиграв в решающей схватке Розу Кочербаеву из команды СД Шорт Единоборств. Ну и бронзовым призером в этом весе стала Милана Эрнисова СД Шорт Каракол. Ну а мы видели, в азаре заработала Сабира Кажамбердеева и перешла сразу же на удержание. И в итоге, конечно, из этого положения трудно было выйти Алине Бакытовой. И в итоге Сабира Кажамбердеева выигрывает эту схватку и завоевывает звание чемпиона Кыргызстской республики среди кадетов 2022 года. С чем мы ее и поздравляем. Следующая финальная схватка весовая категория до 52 килограмм. Здесь встретились Карина Сыдыкова. Она в белом кимоно и в синим кимоно. Алтынай Кайчуманова. Карина представляет команду специализированной детской юношкой школы Олимпийского резерва «Дельфин». Алтынай является воспитанницей специализированной детской юношкой школы Олимпийского резерва «Единоборств». Бронзовыми призерами в этой весовой категории до 52 килограмм стали Оларбек Кызе Атланта «СД «Эшор» «Дельфин» и Каяла Монтурова «СД «Эшор» «Единоборств». Мы видели, что в «Азаре» заработала Карина Сыдыкова, сразу же перешла на удержание. И в итоге выиграла эту схватку, заработав две оценки в «Азаре». Это первая оценка за проведенный прием, ну и затем удержала свою соперницу Жанар. И в итоге стала победительницей. Следующая весовая категория до 57 килограмм. Здесь встретились Жанар Жалдошева. Она в белом кимоно и в синем кимоно. Бек Мамад Кызе Айсулу. Но мы видим, что атаковала Жанар Жалдошева. И в итоге удалось ей захватить руку соперницы. И пришлось Бек Мамад Кызе Айсулу постучать по ноге. Жанар, таким образом, сдалась Бек Мамад Кызе Айсулу. Выиграла Жанар Жалдошева, проведя болевой прием. Бронзовыми призерами веса до 57 килограмм стали Маляка Аторбаева, Чуйская область, и Рабия Барубаева, Тайнанбас. А мы с вами наблюдаем финальную схватку весовой категории до 63 килограмм. Здесь встретились Адина Качканбаева, она в белом кимоно, и в синем кимоно Мэри Мкокитаева. Адина представляет команду специализированной детской и юношкой школы Олимпийского резерва города Каракол. Рефери на татами делает замечание Мэри Мкокитаевой. Шида она получает, и схватка продолжается в стойке. Адина является чемпионкой Кыргызстана 2021 года среди кадетов. В прошлом году она в финале одолела Айдану Кубанычбекову из Чуйской области. Мэри является представителем СД Шор Дельфин. Бронзовый призер первенства Кыргызстана среди кадетов 2021 года в весовой категории до 57 килограмм. Сразу отмечу, что бронзовыми призерами в этом весе стали Насип Кубанычбекова и Улара Карабекова. Обе спортсминки представляют команду Чуйской области. В Азаре здесь, по-моему, заработала Адина Качканбаева. И схватка продолжается. Чуть-чуть не довернула свою соперницу Адина, а так могла бы заработать еще одну оценку. В Азаре пытается перейти на болевой прием на руку, но, как мы видим, хорошо обороняется Мэри Мкокитаева. Тем не менее, удалось развернуть соперницу Адини и в итоге перешла Адина Качканбаева на удержание и стала победителем этой схватки. Хотя, в принципе, раньше было видно, что рукой постучала Мэри Мкокитаева. Но схватка не была остановлена и продолжилась до конца удержания. Следующая весовая категория. Финальная схватка. В весе до 70 кг. Здесь встретились Бермет Абышева. Она в белом кимоно и в синем кимоно Аделина Бакасова. Обе спортсминки представляют команду Чуйской области. Бронзовым призером в этом весе стала Аделя Айсы Ранкулова из Тюпа. Ну и в прошлом году, в 2021 году, дзюдоисты из Кыргызстана, наши кадеты, завоевали две золотые медали на Кубке Азии. Среди кадетов, который прошел в городе Алматы, победителями Кубка Азии стали Адина Качканбаева и Эржан Канадбекас. Итак, удержание идет. Удалось Аделине Бакасовой поймать, так сказать, свою соперницу. И не удалось выйти из этого трудного положения Бермет Абышева. И таким образом, победителем этой схватки стала Аделина Бакасова. Выиграла она, проведя прием на Лазаре и удержав свою соперницу. Ну и заключительная весовая категория, свыше 70 килограмм, здесь встретились Улукбек Кызы Татегулина в белом кимоно и в синим кимоно Акмаржан Турдажиева. Улукбек Кызы Татегуль представляет город Ож, является чемпионкой Кыргызстана среди кадетов 2021 года. В прошлом году в решающей схватке за первое место она выиграла у Кубадыр Кызы Саил из села Басты из Сыкульской области. Акмаржан также представляет команду города Ож. Является серебряным призером первенства Кыргызской республики среди кадетов 2021 года, но тогда Акмаржан выступала в категории до 70 килограмм и в финале уступила Айганыш Джумалиевой из Таймонбаса. Итак, Шида получает Улукбек Кызы Татегуль и схватка продолжается в стойке. Бронзовыми призерами в этой весовой категории стали Келеш Айше Мурат Республиканский спортивный колледж и Аделя Курманбекова Тюб из Сыкульской области. Но мне хотелось бы напомнить, что президентом национальной федерации Джудо Кыргызской республики является Жалдажбек Колбаев. Он также является вице-президентом Союза Джудо Азии и Океании и членом исполнительного комитета Союза Джудо Азии и Океании. Второй Шида получает Татегуль и схватка продолжается в стойке. Ну и можно сказать, что вот с приходом Шалдажбека Колбаева на должность президента Федерации Джудо Кыргызстана многое у нас поменялось в лучшую сторону. Наконец-то появились у нас призеры азиатских игр. Напомню, в 2018 году бронзовыми призерами азиатских игр стали Артур Тё в категории до 66 кг и Владимир Залоев в весовой категории до 81 кг. Ну и в прошлом, в 2021 году на чемпионате Азии, который проходил здесь у нас в Бишкеке, предолимпийский чемпионат Азии, у нас появился первый чемпион Азии в истории Кыргызстана. Им стал Владимир Залоев. Атака в исполнении Акбаржан Турбажировой и она выигрывает эту схватку броском на Японию. Итак, победа Акбаржан, с чем мы ее и поздравляем. Мы желаем нашим юным джудаистам успешного выступления на предстоящих стартах в этом году. А сегодня у нас в гостях старший тренер кадетской сборной Кыргызстана под джудо Иркин Ибрагимов. Добрый день, Иркин. Здравствуйте. Прошло у нас первенство Кыргызстан под джудо среди юношей. Как старший тренер нашей сборной команды, как оцениваете выступления наших кадетов? Ну, в первую очередь, я сразу хочу сказать, что выступление на Чемпионате Кыргызстанской Республики, оценить его невозможно. В каком плане. То есть, мы подбираем команду сейчас самых лучших ребят. Это как бы смотр наш. И потом уже на международных стартах мы будем оценивать ребят, будем там уже. А проведение турнира, то было все на высшем уровне, как всегда. Сейчас уже у нас турнир проводят хорошо. Ну, понятно, что самые юные участники, как бы кадеты, не считая школьников. Но, тем не менее, появились новые имена? Конечно, появятся новые имена. Расширилась, во-первых, география. Если, например, взять лет 20-25 лет назад боролся только Бишкек. То сейчас мы уже боремся с Иржуевым, Инарын, Иссыкуля хорошие ребята приезжают. И Сталласов. То есть, то, что развивается, география расширяется намного лучше уже. Больше в выборе, больше выгоды, как говорится. Ну, я вот тоже заметил, если раньше, допустим, я передачу делал, финальные схватки были где-то 7-8 минут по всем категориям. Сейчас уже достаточно, как бы, полное время, даже с Golden Core в некоторых весах идут финалы. Это говорит о качестве борьбы, то, что повысилось качество. Да, да, это говорит о том, что конкуренция повысилась. Вы правильно подметили, как человек давно в спорте уже, вы хорошо это заметили, что сейчас более конкурентно. Если раньше, например, ну, опять же, будем сравнивать с раньше и сейчас, то был какой-то явный лидер в каком-то весе, да, весе там максимум. Сейчас уже нет. Сейчас уже тройка у нас более-менее равная вся. Ну, есть, бывает, конечно, в каком-то из весов, но в основной своей массе сейчас ребята все подравнялись. Что нужно сделать, чтобы кадеты, как бы, во всеоружии перешли в юниоры? Что для этого нужно? Наша задача, как тренеров, ребят подвести уже не то, чтобы они за это время какой-то результат там показали на международной арене, а чтобы они уже пришли готовыми спортсменами, профессиональными уже к молодежной команде, дальше во взрослую, научить их профессионализму. По возможности обкатать их, чтобы они уже на международном соревновании не переживали. Это все равно дзюдо настолько сейчас развито, вы знаете, да, что популяризация в мире какая. Поэтому, чтобы за ним угнаться, хочешь не хочешь, надо выезжать постоянно. Потому что сегодня одно дзюдо уже на следующие, даже два месяца уже другое. Постоянно идет вперед и за ним только успевать. Наша задача сейчас кадетов, ребят, чтобы довести до молодежи, нормально, психологически устойчивыми. И готовыми к профессиональным занятиям дзюдо. Ну, наверное, дзюдо, как и любое единоборство, самое главное это старты, спарринги, да? Самое главное. Допустим, наш известный Орзубек Назаров говорил, что те же казахи, россияне, кубинцы до 20 лет по 200 боев набирают. Наши 200 боев к 25 годам набирают. Поэтому и уровень вот такой дзюдо, как. Это закон, это не то, что дзюдо, это закон всего, для всех видов спорта. Хочешь быть сильнее, нужно заниматься с сильными соперниками, с разными соперниками. Чтобы соперников было много. Чтобы ты не привыкал к одному, к двум электронам, к которым ты занимаешься. Чтобы ты мог быть готовым бороться с любым, даже самым интересным соперником. Недавно вот, кстати, прошел Кубок Азии среди кадетов-юниоров в Ташкенте. Можно сказать, не совсем удачно выступили наши юноши и молодежь. Чего не хватило? Я думаю, не хватило. Во-первых, то, что неудачно выступили, да, ребята чуть подвели. Но девчонки нас спасли, да, в таком плане. То есть наш флаг веял на просторах узбекских. Я говорю, чего не хватает, я думаю, что за два года с этой пандемией, сами понимаете, выездов не было. А ребята-кадеты, это вот сейчас 5-6 года рождения, они там два года назад, когда выезды были, совсем маленькие были. Считаю, это первый их выезд. Сказать, вот как тренер, что они были мальчиками для битья, я тоже не могу. Все боролись достойно, где-то чуть не хватило, где-то совсем малость кому-то. Но я думаю, в основном это выездной опыт не хватило, ребята были не собраны, не концентрированы настолько, насколько надо. Ну, в принципе, если объективно смотреть, это не только в дзюдо, это и в борьбе, и в других единоборствах. Допустим, в борьбе тоже не было два года чемпионатов Азии среди кадетов. Они уже выросли, переросли, как бы вошли в другой возраст, а по тому возрасту еще не боролись. Получается. И получается, опыта у них не было, они поехали как бы на первый старт свой. Да, первый старт свой, поэтому особо претензий к ребятам не было. Ну, вообще, по другой, так сказать, молодежи, по юношам, там же вот, по молодежи не выступали, но по кадетам были грузины, азербайджанцы, да, ихняя школа как? Ну, вообще, в мировом дзюдо Грузия, я считаю, сейчас идет на втором месте после Японии. Азербайджан в пятерке, то есть, самая одна из сильных дзюдоистских держав. Ну, и, соответственно, почему они туда приехали? Ну, что, в узбекской школе тоже, я думаю, тоже в пятерке сидит. Поэтому они туда приехали побороться. Элькин, ну, и сам проходил обучение в центре всемирного дзюдо. Да, в Кадакане. В Кадакане. Что это тебе дало? Это мне дало, знаете, скажу, очень много дало. Это мне, во-первых, раскрыло глаза на дзюдо, на само дзюдо, на, как бы, мораль, что дзюдо не только это. Это как вот для нас, мы когда пришли в детство заниматься, мы даже назвали это, у нас назвали борьба дзюдо, как борьба сам. То есть, борьба у нас в основном, это было понять, как борьба единоборства. А там-то не так, там по-другому это вызовало. Философия. Да, философия большая, там, как борьба, там нету такого, понимаете. А надо, это единоборство, но там немножко чуть-чуть по-другому это все преподносится. Там ребятам, которые пришли заниматься, они не борются вначале, они года два-три вообще не борются. Они приходят, учатся сначала, по полгода приходят, сначала учатся слушать тренера, представляете, потом полгода учатся ходить в одном и том же захвате. Там не так, что, ну да, там, чтобы детишек развеселить, тоже какие-то игры присутствуют. То есть, там настолько, что человек, наверное, я думаю, годом к десяти, если человек пришел в шесть лет заниматься, то годом к десяти, то первый раз на спарринг свой выйдет. Там по детям соревнований, по маленьким вообще нету. Потому что потом я разговаривал с японцем, я не объясняю, так это что, ты, говорит, что для маленького мальчика, семи-восьмилетнего выиграть эти соревнования. Такие же он эмоции испытает, и как взрослый человек Олимпиаду выиграет. А ты эмоции, говорит, они тоже накапливаются в человеке, иногда бывает, что от эмоций уже, вот, например, когда вот человек бывает завязывает в спорте, там, выиграет два-три мира, там, две-три Олимпиады, уже эмоционально он опустошенный. Все, поэтому ребят большим стартом начинают готовить чуть позже, чтобы они уже подходили готовыми ко всем видам соревнований. Вот это мне очень сильно. Потом, что еще бросилось в глаза мне, что ребята японские, сейчас я тоже пытаюсь приводиться к своим ребятам, они очень трудолюбивые, да? Это на уровне, я даже не знаю, это не объяснит, что у них крови сидит или что, они какие-то обязательные там. Вот, там даже, вы такие полненькие мальчики, там, вы видели, наверное, японцы, они все на лысо, оси одинаковые на одно лицо, там, толстые, молчатые, разницы нет. И вот он будет ему скажешь, задание выполнить, он лепешку разобьет, никто над ним не стоит, не смотрит. Он сам делает, ходит молча, старается все до конца сделать. Потом еще, что бросилось в глаза, там, это при получении травм, вот сам японский характер самураев, он никогда не покажет, что ему больно. Даже там, на страшнейшие травмы, там, колени, плечи вылетали, переломы. Спокойненько, уйдет в сторону, сидит, терпит, пока его не заберет с хора. Это к вопросу о морали, о нравственности. То есть, было чему поучиться? Очень много было, чем потом, в техническом плане, конечно, там, такие, там, люди, там, за каждый прием отвечает отдельный человек. За каждый прием, сегодня у нас урок броска через спину, он приходит, и два часа этот бросок через спину. У человека, у которого, на счету, там, 20-15 олимпийс чемпионов учеников. Хочешь, не хочешь, смотришь на него, очень много нового открывается. У нас теперь тоже есть Международная Академия Дзюдо. Как у нас дела обстоят? Вот, я вот так скажу, что начало очень хорошо проложено, я думаю, что это... Как бы вам сказать сейчас, это первый шаг к большим результатам, я считаю, что если сейчас наше руководство доведет начатое до конца, то есть, в плане того, что там поставят и людей жить будут, то есть, ребята, и кушать, то есть, могут постоянно думать только о дзюдо. Прошел, в Академию живешь, если там поставят еще уроки, вообще, это будет просто супер. Во-первых, потом, то, что она имеет статус международный, у нас будут постоянно гости из-за рубежа, постоянно на тренер. На тренировки приезжать. Мы имеем право приглашать, они имеют право к нам приезжать. То есть, набор опытом будет намного лучше, быстрее, дешевле, то есть, не надо будет нам выезжать куда-то всех везти. То есть, гости уже будут у нас тоже. В этом плане хорошо. Потом, всех тренировок, чтобы ребята, которые уже немножко отошли от спорта, ну, ветераны спорта, там вот в тренер. Сейчас в тренерский состав, там все это бывшие команды, то, что в Рио готовилось. Атайр Бестаев, Артур Тео, Юрий Краковецкий, все там. Понятно. Какие старты кадетов ждут еще в этом году? Сейчас, буквально через месяц, мы планируем ехать в Алма-Ату, такой же Кубок Азии. Чтобы было понятно и вам, и телезрителям, я объясню, что значит Кубки. Наверное, кто не знает, это подводка. То есть, набор очков рейтинговых к чемпионату мира. В августе будет чемпионат мира в Сараево, Боснинг-Цеговине. Чтобы нормально отбороться, там, мы должны, во-первых, и соревновательный опыт, во-вторых, набор очков рейтинговых для того, чтобы посеяться как можно выше и чтобы с фаворитами встречаться ближе к финалу, к полуфиналу, чтобы ты мог бороться за медали. Это тоже очень важно. Во-вторых, эти Кубки Азии, мы тоже, опять же, к рейтинговым очкам. У нас в этом году Олимпийский герссердин, у нас в Дакаре был. Потом, то, что ездим сюда поблизости, чтобы нам было удобнее, Ташкент, Алмата, наша федерация планирует здесь, в этом году, сделать еще Кубок Азии на Искуле, у нас тоже проводится. Мы имеем полное право дела. Ну и обязательно пару раз в Европу ребят свозить хороших, кто у нас там лидеры, потому что борьба разная. Даже самый сильный азиат может уступить европейцу спокойно, потому что борьба другая совсем, абсолютно. другая. Ты должен уметь и с теми бороться, и с теми для достижения большого результата на мировом уровне. Потому что, как бы, наверное, если любители дзюдо знают, у нас уже чемпионов Азии уже много, да, ребят? Призеров Азии тоже много. У нас призер мира только один Саганали Чингис. И то это по кадетам, но первые в истории, да? То есть, получается, у нас уже, если чемпионы Азии есть, то есть, логически так посчитать, Азия и дзюдо – это сильнейший континент. То призовые места на мире должны быть уже, буквально, я думаю, в этом году, на следующий год. Даст Бог, если нормально будет, мы должны дать миндаль на мир. Для этого я хочу себя свозить на Кубки Европы, на Кубки Открытые Кубки Европы. Планируем Берлин в конце мая. Слетаем, съездим в Алма-Ату, потом в Берлин поедем. Желаю удачи, Эркин. Спасибо большое. Ну и в завершении разговора можешь пару слов сказать телезрителям. Так, ну что, уважаемые телезрители, я уверен, что эту передачу смотрят любители спорта, в частности дзюдо. Как, вот, например, на своем примере, я вам хочу сказать, что дзюдо один раз, зайдя в зал, зайдя в зал, все, я больше из этого зала до конца своей карьеры в спортивный не выходил. Я уже закончил со спортом, дзюдо осталось моей жизнью. Я живу этим, жить без этого, как наркотик до этого. Все время новые ребята, это, как бы, как говорят, вампиры же пьют кровь. Так же и вот мы тренируем, если ребенок, мальчишка хорошая пришла, там, или девочка. Все это, как кровь для вампира, для нас все, мы, да, опять населяются силы. Еще хочу сказать, что приводите детей в дзюдо, приводите детей в любые виды спорта. Главное, чтобы они занимались. Хуже не будет точно, а шанс стать олимпиальным чемпионом есть у каждого. Все зависит от него только, от его головы, как захочет, как будет стараться, и как будет верить в себя. Все. У нас в гостях был старший тренер нашей кадетской сборной Кыргызстана под дзюдо Иркин Ибрагимов. Спасибо, что пришел, Иркин. До свидания. Спасибо вам, что пригласили. До свидания. А сейчас наша традиционная рубрика, в которой мы рассказываем о новостях Карвин Спорт Клуба. Карвин Спорт Клуб – это спортивный комплекс с огромным выбором направлений и услуг в сфере фитнеса и здорового образа жизни. Кроме того, это довольно дружная и большая семья, так как здесь для членов Карвин Клуба и его друзей проводятся различные спортивные мероприятия и соревнования. Недавно здесь прошли соревнования по художественной гимнастике под названием «Мисс Грация». В состязаниях приняли участие девочки 2013-2016 годов рождения. Сначала выступили самые юные участницы соревнований, для многих из которых эти старты стали первыми. И, конечно же, все участницы состязаний были награждены дипломами, медалями и памятными подарками. Затем свое умение показали девочки 2014-2015 годов рождения, которые выступали в группе «Б». Это Алисия Федорова, Дария Раимбекова, Эллада Беймарзаева и Фатима Незамединова. В результате проведенных соревнований третье место заняла Эллада Беймарзаева, второе место досталось Фатиме Незамединовой и первое место заняли сразу две участницы – Алисия Федорова и Дария Раимбекова. Следующими на старт вышли девочки группы «Б» 2014-2016 годов рождения. В этой возрастной категории оказалось две участницы. В итоге на верхнюю ступень певестала поднялась Валерия Тодорова, а Динай Суваналиева стала обладателем серебряной медали. Далее в турнире выступили девочки группы «Б» 2013 года рождения. Это Раяна Колпак, Идалия Сайфулина и Эльдан Абакирова. В результате показанных ими выступлений третье место заняла Идалия Сайфулина. На втором месте расположилась Раяна Колпак, и победителем турнира стала Ильдан Абакирова. И в этой же возрастной категории в группе «А» выступили Кристина Русу, Софья Рязанцева, Амина Буларова и Кристина Кутенева. В результате их выступлений места распределились следующим образом. Третье место досталось Кристине Кутеневой, серебряным призером стала Софья Рязанцева, и первое место поделили Кристина Русу и Амина Буларова. Ну и в завершении соревнований воспитанницы Карвин Спортклуба продемонстрировали свое мастерство в командных упражнениях. В итоге отличилась команда в составе Арууза Тасанова, София Мищенко, Альбина Праздникова, Лия Рогальская, Русалина Русских, Кристина Русу, Амина Буларова и Софья Рязанцева. Они также были награждены медалями и подарками за первое место. В общем, добро пожаловать в Карвин Клуб, фитнес-клуб премиум класса номер один в Кыргызстане. И новости спорта за прошедшую неделю продолжат наш выпуск. На базе спортивно-развлекательного центра Сан-Сити прошел фестиваль по всемирному Тайквондо. Соревнования проводились среди детей, кадетов и юниоров. Участники фестиваля соревновались в нескольких категориях, таких как Хумсо, это обязательные комплексы, Кироги, это спарринги, а также соревнования по Зимитам, это электронная груша. В нынешних стартах приняли участие около 200 спортсменов. Это представители таких спортивных клубов, как Барстек, Дрим, Жолборс, Акшумкар, Искандер, Нест, Сан-Сити, СДШО имени Рабека Санабаева и других. Сегодняшний турнир проводит спортивно-развлекательный комплекс Сан-Сити. Я являюсь старшим тренером этого клуба. На данном турнире приняли участие более 200 спортсменов. Приехали команды из Казахстана, Алматы, а также Чуйской области, города Токмак. Данный турнир предназначен для сформирования сборной команды спортивно-развлекательного комплекса Сан-Сити, для выступления на международных соревнованиях, таких как Корея Опен, Монголия Опен и чемпионат Азии среди кадетов. В результате проведенных соревнований среди детей победителями состязаний в своих весовых категориях стали Никита Горшинин, Сахиба Сахиева, Данил Пасухов, Дмитрий Хан и Сумая Алтымжбаева. Среди кадетов отличились Данияр Есказеулы, Богдан Пягай, Кирилл Якушев, Эвелина Эрнст и Анастасия Бондарь. И в турнире среди юниоров на верхнюю ступень перестала поднялись Руслан Садыков, Али Дабысов, Тахмина Маматова, Гульжан Заналиева и Олеся Патратиев. На базе спортивно-развлекательного центра Сан-Сити прошел турнир по футзалу среди детей 2013-2014 годов рождения. Соревнования были организованы футбольной школой «Спартак-юниор Бишкек», которая является официальной школой футбольного клуба «Спартак-Москва» в Бишкеке. Эти соревнования, то, что у нас проходит, это среди возрастов 8-9 лет, это 2013-2014 года. Открытый кубок среди детей, футзал получается, именно то, что развиваем футзал и хотим показать, то, что дети получили праздник футбола и вообще то, что опыт. Мы сами вместе с тренерами просто решили, поговорили, то, что для детей. Как раз просто 8-9 лет в городе мало чемпионатов получается. И мы здесь сделали такое место, решили провести такой кубок. И вот как Сан-Сити спорткомплекс, более подходящий для детей зал. В результате проведенных соревнований третье место заняли юные футболисты клуба «Хорнет», которые со счетом 2-0 обыграли своих сверстников из футбольного клуба «Дордой». Но победителем турнира стала команда «Спартак», которая в решающей игре за первое место в упорной борьбе одержала победу со счетом 3-2 над мальчишками из футбольного клуба «Азия Гол». Не можете поделить телевизор дома? Второй не помогает. Восьмизальный кинотеатр в «Дордой Плаза». Зал «Аймакс» и новый зал «Долби Атмос» с ошеломительным звуком. «Дордой Плаза». Погрузись в другую реальность. Продолжение следует... Время нашей передачи подошло к концу. С вами был Тахир Гафуров. До свидания, до следующих выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова